Утречка доброе всем! Показываю свой завтрак. Вот с завтраками у меня всегда всё нормально, я считаю. Здесь у меня омлет, внутри помидорки черри и сыр, рукола с голубикой, лимонным соком, перцем и орешками, и один ржаной хлебчик с паштетом из тунца. Значит, меня как-то спрашивали, почему ты добавляешь голубику? Это как-то странно, ребят, это так вкусно! Она реально классно сочетается вообще, в принципе, с овощами, с зеленью, дополняет любое блюдо, что солёное, что сладкое, потому что она сама по себе относительно нейтральная, но всё-таки сладковатая. Это как, знаете, батат кушать, потому что он тоже сладковатый. Думаю, это просто дело вкуса. Я часто видела даже, как девочки делают бутерброды, какие-то солёные, добавляют туда голубику, и это классно мэтчится, поэтому попробуйте обязательно, если вы фанат вообще голубики и сочетания солёного и сладкого. Для меня это прям любовь, и плюс она добавляет тарелки вашей красивого вида, красивого цвета, аппетитного. У неё вообще такой офигительный цвет. Я обожаю эту ягоду и готова её добавлять всегда, везде и много. Смотрите, какой мы купили букетик с сестрой. Выбрали, опять же, в том магазине мистер Флорис у нас на песках. Вообще-то я его купила для того, чтобы сделать красивые фотографии и видео. На рабочей странице, да, ребята, покупаю реквизит. Я хотела больше, на самом деле, но что-то я в последние дни и очень много всяких трат запланировала, и поэтому 5 тюльпанов. Но, опять же, посмотрите, как красиво можно выбирать 5 тюльпанов, самих по себе красивых, в прикольной упаковке. Мы нашли в Пиндересте за одну секунду картинку, и нам её вот повторили. Вот, пожалуйста. Потому что реально это очень дорогой цветок, особенно на праздники. И, блин, вроде бы 3 тюльпана уже ты отдал там, да, там какие-то деньги. Они смотрятся как-то грустненько. Ну вот, можно опять вот так интересно подать, подарить. Можете взять за идею. Кстати, очень красивый цвет. Я таких тюльпанов, кажется, и не видела даже. Всё в такой спешке, ребята, вы бы знали. Мы с сестрой заходили на 3 мои точки, брали везде продукты, чтобы поподкать. Я же цветы купила специально для того, чтобы что-то к 8 марта пофоткать. Вот уж Каринке передала подарок от зрительницы. Ой, что-то такое большое. Ого, это одна банка такая? Гляну, всё вместе запечатанное. О, это тоже вот такое. О, класс. Я тоже тебя и видела. Да-да-да. Это только когда я хочу вообще перестать пить навсегда. Перестать, я и так не пью. Это реально редко что-то выпивать алкогольное. Это так часто. Ну да. Это 200. 200 миллилитров или 220, сколько. Жене, по бокальчику нальёте на 8 марта ещё и не будем. На 8 марта нет, похоже. А ты весь праздник будешь работать? Конечно. То есть вам никаких не дают? Нет. Капец. Да, вот она красивая. Красивая, да. Не, ну да, она маленькая. Ну конечно, 200 миллилитров. У тебя стаканчик кофе сейчас больше, 330 миллилитров. Красота, я буду работать, я так прямо звоню. Поглядь. Да. Ух ты. Это такой, как у меня был. Если это такой, то он очень крутой. Ну это для... Аньки Эйдж. У меня вроде бы другой был, но у меня был для рук от них крем офигесный. Офигесный. У меня никогда не было. Да, это он. Он тебе очень понравится. Он очень классный, да. Это что я люблю, красивые, классные ванночки для рук. Он походу и для... А, он для... Вообще не тесеная, для рук. Да, у меня он точно такой, очень крутой, очень крутой. У меня он вот как раз заканчивается, я тебе говорила, что вот такой стоит заказать. Тебе понравится. Сама, наверное, такой не... Ну да, он такой, конечно. Ого. Это посланец какого-то корабля. Ой, патит. Вау, такая красивая эта. Ага. Ой, такое что-то Калифорния. Очень красивый светлый какой-то. Класс, это что-то, наверное, американское. А, нет, мы это видели. Что-то американское. Диффузор, да, она писала, что диффузор. А, прикольно. Как прикольно запаковано. Помнишь, ты когда-то говорила, так хочу диффузор, вот. Да. Я подарила, зрителька подарила. Все мечты сбываются. Не мечтайте, ребята, мечты сбываются. Тарина Блиновская. Аккуратно. Ух ты, какой прикольный. А чем он пахнет? Там что написано? Вот так просто. Сзади этикетка есть. Калифорния. Мне ничем пока, не знаю. Он пахнет Калифорнией. Ну вот, как ты говоришь, как раз сиреневый такой вкусный, да? Угу. Ну, честно говоря, такие запахи, они иногда очень похожи все друг на друга. Не знаю, как это объяснить. Может, он потом раскрывается. Но банка очень красивая. Она лишь как градиентом сделана. Да. Как коробка. Да. Супер. Такое что? Морское. С морским вайбом. Ну, все подтвердилось. Да. И у меня тоже все было такое сиреневое. Класс. Спасибо огромное. Я еще лично напишу обязательно. У вас тоже с наступающим праздником. С 8 марта. Вот. Пусть. Да. В душе всегда будет весна. Пусть исполняются желания. Спасибо вам огромное за подарочки. Правда, вообще плюс 100 баллов к настроению. Все, буду пользоваться. У вас поминать. Спасибо огромное. Посмотрите, как красиво. Господи, это так нежно выглядит. И эта белая вазочка с нюшик. Так, господи, какие были прекрасные времена. Времена, когда я сотрудничала с китайскими магазинами. Я сейчас многое могу себе купить. Тогда у меня не было таких доходов. Я не так как бы жила вообще. Действительно, очень много экономила на одежде. Сейчас все изменилось. Но я скучаю за этим временем просто потому, что оно было другим. Оно было легче. Оно было свободнее. Сейчас, конечно, все не так. Эта вазочка как напоминание. И она, кстати, очень красивая. И многие товары из Китая были стоящие. И служили мне долго. Много веры и правды до сих пор. И вот по поводу отдельных роликов тоже хочется сказать пару слов. Знаете, мне вот писала женщина одна. Вот ты такая вся типа за эстетику, за красоту. Вот в Инстаграм все так типа ты показываешь. Почему здесь ты не хочешь запариваться? Почему здесь ты не выбираешь какие-то классные там ракурсы? Не показываешь эстетику? Ну, я так поняла, что человек хочет видеть здесь вот что-то типа Инстаграма. Так вот, я отвечу. Я очень много сил вкладывала в Ютуб. Очень много. Я очень много разного снимала. Мы снимали юмористические ролики. Я снимала видео отдельные на тему бьюти. Я снимала про путешествия. Я что-то всегда показывала, рассказывала. Сто тысяч раз переходила из вот этого состояния. Ничего не могу. Я не пересилю себя. Я могу, я пересилю, я научусь. Я монтировала некоторые видео просто по полдня для того, чтобы людей развлечь и показать им что-то интересное. Не говорю, что у меня всегда была какая-то ваушная картинка или еще что-то. Я говорю просто по своим ощущениям, что я вкладывала очень много за эти 6-7 лет. И на 7 даже уже, да. Ух ты, классно. Прикольно получилось. Знаете, вот не так давно у меня тоже был вот этот бзик. Хочу влоги другого формата, которые там такие суперэстетичные. Потому что есть такие блогеры, которые конкретно показывают все максимально эстетично. И на YouTube тоже. И да, это приятно смотреть. Но скажу вам по своему опыту, жизни там не очень много. Я это делала. Я понимала, что это занимает много времени, и я не получаю отдачу от людей. Вот никак не получаю. Да, там кто-то пишет, что классно, красиво. Но основная масса перестала смотреть. Люди пишут, что верни старый формат. Хочется больше разговоров. Хочется больше тебя. Хочется больше реальной жизни. Я отникивалась. Я не хотела это возвращать, потому что я хотела развиваться. Я хотела это все показывать красиво, вылизанное. Но потом я поняла, что, во-первых, я не успеваю по времени, я не вывожу просто. Такие видео, чтобы вы понимали, очень часто выкладывают раз в неделю минимум. А то и раз в месяц. Это большая работа. Это невозможно делать каждый день. Только если ты не живешь там, не знаю, в супер-мегаэстетичной квартире, где каждый уголок у тебя просто супер-мега-красивый, и ты ничем кроме YouTube больше не занимаешься. Поэтому я решила уже, ладно, свои вот эти вот амбиции куда-то отодвинуть и больше делать для людей на YouTube, потому что им нравился спокойный такой живой формат. Вот. И, знаете, я тогда почитала и такая посмотрела свои старые видео, где я отдельно снимала, там, знаете, запаривалась. Ребят, там столько говна. Просто столько говна. Я зашла на ролик, где я снимала про ручную класть, как мы летали в Китай с одним русичком. Я летала с одним русичком. Я сняла это видео специально для того, чтобы показать людям, что это возможно. Это было реально комфортно. Мне это помогло. Может быть, сейчас я его собрала бы иначе. Но в тот момент собрала так, показала. И как вы думаете, о чем там комментарий? О моей прическе? О том, что я там с брейдами была? Брейды. Как кого-то можно удивить брейдами? Или там, я не знаю, возмутить. Но там почти все комментарии были про то, какой я урод с этими брейдами. Что там ящерица, еще какая-то. Я поняла для себя, что, ну, вот все. Ну, типа, поэтому я особо больше ничего сюда такого не выкладываю. Я выкладываю просто влоги каждый день, к которым привыкли мои люди, которые их смотрят. Да, ко мне не приходят тысячи человек каждый день. Я не работаю над этим уже. Я особо над этим не работаю. Я там шот смогу выкладывать, может быть, для новых знакомств. Но я не запариваюсь больше. Потому что я слишком много запаривалась в свое время. И я поняла, что это больше меня убивает, чем вдохновляет. Если Инстаграм меня реально вдохновляет, ну, хотя сейчас бывает сложно, потому что я все объединяю, то Ютуб дал мне понять, что тут твое творчество, твое самовыражение нахрен никому не нужно. Реально не нужно. Мне интересно просто обычная, реальная жизнь. И я поняла, что, знаешь, значит, и для меня это комфортно. То есть, и для меня это комфортно. Просто показать свой день, где-то поделиться мыслями, смонтировать это простенько на телефон и показать. То же самое эта женщина написала про технику, что, типа, там, почему ты не вкладываешься в технику и прочее. Ну, как бы я купила айфон, который стоит дороже камеры, блин. Ну, ладно, об этом не будем говорить. Про петличку я думаю за петличку. Не думайте, что я не думаю про этот микрофончик. Я просто не знаю еще, какую я хочу. Не знаю, как я буду с ней возиться и таскаться, потому что тоже есть свои нюансы. Но все остальное, типа, профессиональная камера и прочее, я не вижу в этом смысла. У меня была камера. Я снимала на Canon G7. Да, вот это вот Mark II, как она называется. Офигенные были просто ролики в плане качества. Но людям было на них без разницы. Люди ничего не говорили, а часто даже жаловали, что какой-то странный звук, еще что-то. Да, сейчас это похоже на какое-то оправдание, но я просто хочу донести до таких людей, что я очень много всего вот так вот схавала на YouTube, и я поняла, что я больше не хочу. Я вчера выложила видео, где я была в чепчике одну минуту, и я столько удалила дерьма, я столько заблокировала. Ребят, ну вот идет время, и ничего не меняется. Эти люди остаются такими же. Большая масса. Не говорю, что большая, но большая масса. И почему я буду, я не знаю, тут показывать непонятно что вообще, эти эстетичные картинки для того, чтобы что? Вы поняли мою мысль? Потому что, знаете, меня это сегодня задело. Я подумала о том, что, боже, ну что, неужели я такой бездарь, ничего не делаю для своей аудитории? Я не знаю. Учитывая, что столько всего прошло, мне кажется, я делала и делала много. Как минимум, я стараюсь быть всегда откровенной со своей аудиторией. Всегда, если что-то рекламирую, это что-то проверенное, хорошее, качественное. Еще я выпрашиваю всегда скидку у рекламодателей, иногда даже немножечко унижаясь. То есть я просто для своей аудитории открыта и чесна. Я общаюсь с своими подписчиками по возможности. Я как-то, ну, поддерживаю с ними связь. Я не знаю, мне кажется, это то, что может дать блогер реально. Они все делают только в красивой картинке. За красивой картинкой, супер-мега эстетичной, профессиональной, можно пойти на какой-нибудь другой канал. Тут же ж никто никого не держит. И очень много блогеров. Очень много, которые показывают разные по-разному. С чем же смотреть человека, который вас, например, не привлекает тем, что он там не показывает супер-мега эстетику на крутую камеру и писать ему об этом? Лучше найдите того, кто вам будет близок в этой теме. Все, спасибо. Пойду к маме, дарите ей подарок. Смотрите, чем мама меня прогостила. Боже, это прекрасно. Я хвастаюсь, чем ты меня угостила. Как-то мама эти тарелочки покупала... Где, в Камиле? В кактусе. А, мы в кактусе купили. Для того, чтобы из них есть фрукты или фрукты с мороженым. Вот как бы в действии. Это успокаивающий звук кофемашины. Но я бы себе хотела маленькую какую-то кофемашину. Такую компактную, типа, смек. Ой, хух. На одну чашечку такую. А у вас можно две ставить чашки? Да. А вы не ставите, кстати, утром? Папа ставит? Вот это орех внутри. Я тебе попробую. Я тебе наложю. Я хочу тебе просто стакан наложить. Карине, что ты не хочешь? Ты не хочешь просто оливки пробовать? Да, не хочу. Я тебе стаканчик наложу домой. Ну, я не очень. Ну, смотри, если тебе не нравится начинка, потому что я тоже не люблю с начинкой. Я ее выколупываю. Я вообще не хочу их брать. Не хочется что-то. Кушайтесь. Ты лучше покажи подарок свой. Вот это интересно. Кушь кофе будет. Ну, давай тогда попьем кофе и посмотрим. Вот это нормально. Ну, ты же сама поделилась. Ну, я сейчас не хочу. Да я тебя угощаю, чтобы ты кушала. А что, нельзя забрать с собой? Я не забираю. Дай мне домой с удовольствием. А что, ты мне не очень часто что-то собираешь? Там есть три или четыре. Все, спасибо. Прекрасно. Да, как чудесно. Ты шо? Это счастье. Не положу в холодильник? Да, спасибо большое, баба. Не забыла, прошу. Да. Если смаки одинаковые, то я думаю, что тебе сподобается с 8 березням тебе Леся. А что Леся? Это же Релат Александров. Александра она, да. Ну, она вот как-то так. Да? На афринской мове написала тому Леся, да? Наверное. Дякую. Так приятно? Неожиданно и приятно. Очень приятно, да? Тем более в преддверии. То есть праздник, а еще не праздник. Очень приятно. Припати у нас. Я даже не ожидала. А я что, видео беззвучно смотрела, сон, что тебе подарки пришли. У тебя поздно видео выходит, да? Ну, а нельзя на следующий день построить звучно? Ну, мне тогда было. Ага. Хи-хи. Хи-хи. Давай, давай. Маму перекрыли. Пакет весенний. Да, было три одинаковых пакетика. Ты уже открывала, нет? Нет, что бы я открывала эту коробку? Нет, они ведь там или запаковали так, или кто-то проверял. Кто-то проверял? Кто-то проверял? Я не знаю. Да, забрали твои подарки. Ты разобралась, все тут, наверное, по центру. А, вот. Так, лёгки. Там-тарарам. Ух ты, что-то такое розовое, красивое. О, класс. Что это за шар? Я уже знаю, что это за шар. Это типа фореро? Это у нас же были, помнишь, с фисташковой начинкой конфеты? Это те же самые. Вот только они с фисташкой, наверное. Это обалденные эти конфеты заурщало. Да, это обалденные конфеты. Линдор. Линдор, да. А с чем это у тебя розовые? Линдор. Нарисована полунычка какая-то. Тут и на ассортии, видишь? Там на картинке зелёные, синие, красные. В шарике это. Ой, это шикарные конфеты, ребят. Это правда. Это мило. Класс. Спасибо. Там написано, да. Моему чичи, этому, как сказать, четырёхчасовому кофе. А это было распечатать, а потом кофе пить. А мы ж не знали. А я тебе говорю, давай кофе выпьем, а потом её распечатать. Мы ж не знали, ну класс. Спасибо большое. Ой, пачка, это банка кофе. Ой, класс. Как раз кофе, конфеты. А что за кофе? И бутылка. Или. А, у тебя тоже такая бутылочка. У нас у всех троих, кстати. У нас. Да, у нас у всех одинаковые бутылочки вот эти. Маленькие. Спасибо большое. Как милые, приятные. Это розовая, да, всё. Розовая, это самая бутылочка, розовая упаковочка. Да, спасибо большое. Такие классные подарочки всем прислали. Спасибо большое. Вас тоже с наступающим праздником. Всего-всего, Оля, какая трелесть. Ну что, знак, что нам надо всем троим собраться с тремя одинаковыми бутылочками. Да? Кстати, да. Ну, у нас у всех одинаковые, да. А я не понимаю, что это. Это розовая, это какой-то игристое вино. Сколько тут его? 200 миллилитров. Ты уже посмотрела? У меня же такое уже. Я просто не могу найти где. Спасибо большое. Очень приятно. Да, я вот сюда хочу тоже. Открыть тебе? Не, я не хочу. Ну, зерна, ты слышишь? Конечно. Ну, зерна, да. Спасибо, огромное. Для кофемашины. Кофемашину, да. Ну, если бы еще, конечно, что-нибудь понимал. А ты можешь прочитать, что-нибудь? Итальянский мелодий. Отсюда же на английском, наверное, тоже написано. Класс. Спасибо большое. Так миленько. Боже, я посмотрела урок про цветовые схемы, про цвета, про этот круг Итана. У меня мозг сейчас просто взорвется. У меня уже начался вот этот мыслительный процесс. Какие схемы и как я буду использовать. Потому что нужно сделать четыре фотографии по разным схемам цветового вот этого вот сочетания. И это пипец как сложно, как мне кажется пока что. Пока что самое понятное – это монохром. Вот. Это комплементарные цвета, еще какие-то. Ну, пока что это непросто. Я так визуально могу понять, что там с чем сочетается. Даже у нас это развито внутри, если это вообще развивать. Но вот попробовать специально создать какую-то вот эту схему. Хорошо, что у меня как бы время есть, еще неделя. В принципе, какие-то идеи есть. Надеюсь, у меня все получится. Все. Буду собираться потихоньку отдыхать. Распишу план на завтра рабочий. Может, вещи соберу на танцы. Потому что завтра меня мама на завтрак пригласила. Вот с утра я приду к ней на завтрак. Как прекрасно, как чудесно. А еще завтра же я выхожу на замену по Хиллз. И я так волнуюсь. Надеюсь, что у меня все получится. Я все, конечно, расписала. Связочку подготовила. Все. У меня как бы четенько. Музычка есть. И я надеюсь, что все будет нормально. Я не буду нервничать. И все нормально до девочек донесу. Потому что хочется их реально чему-то научить. Оказывается, что я уже могу чему-то научить. И это очень приятное чувство. Надеюсь, что у меня просто это получится. Все. Спасибо вам за то, что посмотрели это видео. Увидимся очень скоро. Берегите себя.